МОСМЕДИЯ КАМЧАТКА Две ельзовские чиновницы арестованы по делу об афере с земельными участками. Речь идёт о начальнице управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Ельзовского района Татьяне Мохань и руководителе управления имущественных отношений администрации Ельзовского городского поселения Екатерине Краснобаевой. По данным Ельзовского районного суда, обе арестованы до середины октября. Им инкриминируется уголовная статья «Превышение должностных полномочий». В суде со ссылкой на следствие рассказали, что преступления женщины совершили в 2022-2023 годах. Они передали ряд земельных участков третьим лицам без проведения торгов по заниженной стоимости якобы для занятий огородничеством. Бюджетом Ельзовского района и райцентра принесён ущерб в особо крупном размере. Ранее источник знакомой ситуации подтвердил информагентству МОСМЕДИЯ Камчатка, что глава Ельзовского района Сергей Тюлькин находится под подпиской о невыезде. Однако сам Тюлькин в своих соцсетях заявил, что он находится на рабочем месте. «Никто мне не предъявлял никаких обвинений и не брал подписку», – написал глава района. Юных наркобаронов поймали в Петропавловске. Как рассказали в полиции, двое парней 19-18 лет через тайники закладки купили запрещенку. Общим весом почти 145 граммов. Они собирались расфасовать и продать эти наркотики, но наркобизнесменам помешали сотрудники правоохранительных органов. Следственным управлением ОМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Во время расследования полицейские завели еще несколько уголовных дел на 19-летнего парня за пересылку наркотиков. Он, находясь в Московской области и Ленинградской области, отправил 9 посылок в Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск. Полицейские изъяли из незаконного оборота 3 килограмма 962 грамма наркотических средств, что составляет особо крупный размер. Следственным управлением ОМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому в отношении мужчины возбуждено 9 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудница Камчатского пункта выдачи заказов популярного маркетплейса похищала посылки, от которых отказывались покупатели. Она промышляла этим почти год. Нечистой на руку оказалась 30-летняя Елизавчанка. Как рассказали в полиции, с июля 2023 года по июнь 2024 года, женщина, работая в пункте выдачи интернет-магазина, похищала посылки, от которых отказывались граждане. Злоумышленница присваивала содержимое посыла к себе, а отправителю отправляла пустые коробки. Ущерб, причиненный интернет-магазину, составил 32 тысячи рублей. Против женщины возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Ей грозит до двух лет колонии. Как удалось выяснить корреспондентам ИАМАС «Медиа Камчатка», речь идёт о ПВЗ «Вайлдберрис». Новая парламентская практика. Расширенное заседание комитетов законодательного собрания региона и Думы Петропавловска прошло в администрации краевой столицы. Открывая совместное заседание, председатель краевого парламента Ирина Унтилова отметила, что подобная встреча – новая парламентская практика. Люди нас, неделя, на чиновников исполнительной законодательной власти муниципалитета, мы все для них те, кто должен привести к заветной хорошей жизни. Поэтому предлагаю вот эту практику совместной работы попробовать и очень надеюсь, что она нас и будет так. Краевые депутаты, избираясь от города, также несут ответственность за развитие муниципалитета. И я думаю, что если мы с вами скорректируем цели, объединим ресурсы, обозначим этапы достижения этих целей, то в целом мы выйдем на те ожидаемые результаты по качеству жизни, которые хотим видеть у нас на Камчатке. На повестку заседания было вынесено несколько вопросов. Модератором встречи выступил председатель комитета по бюджетной политике Дмитрий Коростелёв. Первой темой обсуждения стали стратегические планы развития краевой столицы. Сегодня в отношении административной столицы нашего края приняты беспрецедентные государственные решения, такие как мастер-план, такие как государственные программы по социальному развитию Дальнего Востока, Камчатского края. Выделяются средства. И в этой связи, конечно, важно было свериться по реализации планов мероприятий данных стратегических решений. Глава краевой столицы Константин Брызгин напомнил, что мастер-план Петропавловска поддержал президент России Владимир Путин. Это даёт нам основание надеяться, что все мероприятия, которые вошли в него, будут не только исполняться, но и на них будет выделяться соответствующее федеральное финансирование. На момент утверждения плана стоимость всего комплекса мероприятий составляла 149 миллиардов рублей. Сейчас в поправках на коэффициенты по смертной стоимости и с учётом инфляции это практически 216 миллиардов рублей. Вторая тема совещания касалась исполнения бюджета столицы региона за 2023 год. Этот вопрос было важно рассмотреть в контексте всей финансовой политики Камчатского края. Существовали в 2023 году и отдельные моменты сложности мы имеем в текущем финансовом году связаны с реализацией единого налогового счёта, который не мог не повлиять на ритмичность исполнения местных бюджетов. Тем не менее, сейчас уже очевидно, что данный инструмент финансовой политики нашего государства состоялся. И те предложения, связанные с дальнейшей реализацией единого налогового счёта на территории Камчатского края, мы берём в работу при подготовке финансового плана нашего региона и муниципалитетов на 2025 год. Нам было очень важно свериться по данному направлению с тем, чтобы мы не допустили нарушения ритмичности исполнения бюджетной системы в наступающем будущем 2025 году. В рамках третьей темы обсуждения рассмотрели вопрос о розничной продаже алкогольной продукции в Петропавловске. Есть конкретные решения, связанные с дополнительными ограничениями продажи алкоголя в Петропавловске и Камчатском, направленные на определение границ мест продажи и социальных объектов, введение запрета на продажу алкоголя в многоквартирных домах и также ограничения по местам продажи. В частности, мы поддержали предложение Министерства экономики Камчатского края как регулятора о введении запрета на продажу алкоголя в тех зданиях и сооружениях, где расположены государственные муниципальные учреждения. Поэтому сейчас нас всех ждёт работа по приведению в соответствие с принятыми решениями на нашем расширенном заседании нормативных правовых актов. По итогам встречи её участники дали высокую оценку такой совместной работе. Представители ЗАГС Собрания и Городской Думы выразили надежду на будущую работу в таком формате. Никто не брошен, даже четвероногие члены семей. Камчатские приюты для животных помогают пристраивать домашних питомцев, участников СВО, которые отправляются на передовую. С такой инициативой выступил актив проекта «Защита животного мира» партии «Единая Россия». Ведь не у всех бойцов есть родственники или близкие, готовые забрать собаку к себе. В такой ситуации на помощь приходят волонтёры приютов для животных. Они берут на передержку собак участников СВО, а также занимаются их пристройством в семье. Сотрудники частного приюта для собак «Пёс Барбос» – одни из тех, кто поддержал инициативу партпроекта «Защита животного мира» и правительства Камчатского края по передержке животных участников СВО. Здесь содержится пять собак, хозяева которых защищают родину. Трёх псов владельцы планируют забрать после прохождения службы. Остальным ищут новых хозяев. Безвыходных ситуаций не бывает. То есть в каждой ситуации находится свой подход. Кому нужно просто передержать, передерживаем, люди приезжают, забирают. Кому действительно нужно насовсем отдать, то есть мы забираем с последующим пристройством. То есть стерилизуем, кастрируем, вакцинируем и пристраиваем по договору уже новым владельцам. Став фарширского терьера «Барона» в приют доставили волонтёры. Его хозяин, участник СВО, оставил любимца родственникам. Но по итогу пёс оказался в приюте. «Неудачная была история пристройства. Там появилась аллергия, и собаку вынуждены были перепристроить. Ну, там тоже ситуация сложилась не лучшим образом. Человеку нужно было уезжать, и собака такая оказалась на улице. Вчера с помощью волонтёров собака была отловлена и доставлена к нам в приют. Сейчас пройдёт процедура кастрации, вакцинации, чипирования. И немножко позанимаемся с поведением, есть там определённые минусы. И будем потихоньку подбирать семьи». Региональный координатор партийного проекта «Защита животного мира» Оксана Герасимова подчеркнула, что приюты Камчатского края активно откликнулись на эту инициативу. «В нашей жизни бывают разные сложные ситуации. И бывают ситуации, когда необходима помощь и людям, и животным. И когда наши защитники уходят исполнять свой долг, мы понимаем, что есть необходимость пристроить или взять на передержку тех животных, которые у них были. Именно поэтому сегодня на инициативы партийного проекта «Животного мира» правительства Камчатского края активно откликаются приюты Камчатского края, специализированные приюты, которые берут или на передержку, или которые берутся пристраивать этих животных на территории Камчатского края. Находят семьи. И здесь очень важно, что наши жители активно вовлекаются в эту работу и берут себе этих животных». Федеральный партийный проект «Защита животного мира» создан с целью формирования в обществе гуманного и ответственного отношения к животным. Благодаря проекту появляются новые инициативы, направленные на защиту братьев наших меньших. Во второй части выпуска «Массмедиа Камчатка» смотрите. Жителям краевой столицы с невысокими доходами предлагают финансовую поддержку. Соревнования по пожарно-спасательному спорту прошли в крае. Камчатские дети предпочитают компьютерные игры куклам и машинкам. Подробности далее. Жителям краевой столицы с невысокими доходами предлагают финансовую поддержку. Заключить социальный контракт можно в мэрии Петропавловска. Там рассказали, что с начала года их заключили уже почти полторы сотни с малоимущими горожанами. Чаще всего люди хотят получить помощь от государства на развитие собственного дела. Таких социальных контрактов в городе заключено 100. Напомним, что на развитие предпринимательской деятельности дают 350 тысяч рублей. На эти деньги можно купить оборудование, материалы, оплатить аренду помещения. Около 30 тысяч рублей можно получить по соцконтракту на поиск работы и столько же на поддержку для выхода из трудной жизненной ситуации. В первом случае помощь оказывается еще в течение трех месяцев после официального трудоустройства. Господдержку дают и на развитие личного подсобного хозяйства. Социальный контракт – это форма государственной поддержки граждан, доход которых ниже прожиточного минимума. По всем вопросам, связанным с заключением контракта, жители краевой столицы могут обратиться по телефонам, указанным на ваших экранах. Экологический форум «Экосистема. Заповедный край» в третий раз стартовал на Камчатке. 20 августа для участников провели пленарную сессию «Дальний Восток. Территория возможностей для молодых людей в вопросах экологии». В качестве почетных гостей и экспертов в ней приняли участие депутаты краевого парламента, среди которых была председатель регионального заксобрания Ирина Унтилова. Третий год Камчатка принимает и проводит экологический форум. Мне кажется, эта тема экологии, тема чистоты природы, ее сохранения, она актуальна во всем мире. И Камчатка, как регион с очень светлой, чистой экологической составляющей, готова принять и показать, что такое природа, как ее надо любить, как ее надо сохранять. У нас есть показать наш опыт по сохранению, у нас есть где применить знания тех, кто к нам приезжает. Тема актуальная, потому что каждый год приезжает все больше и больше к нам гостей. В этом году все 89 субъектов и 17 иностранных государств. В пленарном заседании модератором выступил губернатор края Владимир Солодов. Приняли участие губернатор Запорожской области Евгений Болицкий, первый заместитель председателя комитета Госдумы ФСРФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая и другие высокие гости. Они обсудили ключевые вопросы профессионального развития перспективной молодежи на Дальнем Востоке. Очень важно, что эта тема объединяет очень искренних, чистых, светлых ребят, которые готовы работать на развитие своих территорий, своих стран. И я думаю, что Камчатка – это та отправная точка в сохранении, развитии экологии. И старт, который дан экосистеме здесь, он уже распространяется на огромную территорию нашей страны и территорию нашей планеты. И, на мой взгляд, это очень важно. То есть, вся экология, вся чистота и развитие у нас начинается с Камчатки, и мы готовы делиться. В этом году экофорум проходит в две смены и соберет более 600 активистов, волонтеров, молодых экологов со всей страны и гостей из 17 зарубежных стран. Организаторами Всероссийского молодежного экологического форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Росмолодежь и правительство Камчатского края. Весело провели время и искупались в горячих источниках. 27 участников СВО побывали на базе отдыха на Камчатке. Выезд организовал актив партпроекта «Женское движение Единой России». Мероприятие посвятили предстоящему Дню знаний. Дети и взрослые совместно участвовали в эстафете, в соревнованиях. Они стреляли из лука, бегали с мечами, показывая силу и ловкость. Также для них были организованы зажигательные флешмобы для того, чтобы поднять настроение и объединить всех участников данного мероприятия. По итогу праздника каждый участник получил грамоты, а также сертификаты на канцелярские товары от партии «Единая Россия». Женское движение «Единая Россия» уже не первый раз организует отдых на природе для семей участников СВО. Для нас очень важно, чтобы семьи, чьи ребята находятся сейчас на передовой, чувствовали нашу поддержку и заботу. Мать троих сыновей, вдова-героя, посмертно награждённого медалью «За отвагу» Елена Олейникова – постоянный участник мероприятий Женского движения «Единой России». Мероприятия великолепные, с подвижными заданиями, играми, эстафетами. Дети довольны, взрослые довольны, семьи объединяются между собой. Мне и моим детям очень приятно, что нас приглашают на такие мероприятия, на которых весело как детям, так и нам, взрослым. И семьи, которые связаны так или иначе этими событиями происходящими, имеют возможность между собой объединиться, подружиться, ближе познакомиться. Спасибо огромное женскому движению. Партпроект «Женское движение «Единая Россия» постоянно помогает участникам СВО, проходящим реабилитацию на Камчатке, а также членам их семей, устраивает мастер-классы, праздники для детей и оказывает женщинам психологическую помощь. Отметим мероприятия по поддержке бойцов СВО и их семей, включены в народную программу партии «Единая Россия». На междугородний маршрут номер 218 Петропавловск-Камчатский из Камчатск-Петропавловск вышел новый пассажирский автобус компании «Оптимус». Водители-пассажиры первого рейса 18 августа положительно оценили характеристики нового общественного транспортного средства. Нам очень хотелось попасть в эту крайнюю точку полуострова, посмотреть, как тут у вас всё устроено. Доехал, думал, насколько круто, потому что там сидения отодвигаются влево-вправо, назад-вперёд, можно лечь. Это суперкомфортно и спасибо, наверное, всем причастным. Вот-вот-вот, вообще без поломок, без приключений нормально, да, прошло всё хорошо. В компании-перевозчики рассказали, туристический автобус «Ютонг» китайского производства совсем новый, с конвейера сошёл в 2024 году. Конечно же, он соответствует всем современным стандартам. Компанией «Оптимус» он получен в мае, но на междугороднюю линию вышел только сейчас, так как специалистам пришлось модернизировать технику до наших климатических и дорожных условий. Удобнее уже как по европейскому стилю, ну, с автобусом что надо работать и работать, как бы, да. Ну, он же делался не для этих условий, как мы эксплуатируем, да, по гравике и по пылище, особенно когда здесь пепел, он же асфальтный как бы, поэтому надо много ещё там делать, доделывать, где-то что-то переделывать, ну, а время покажет, как он будет работать. Хотелось, чтобы не ломался, конечно. В новом автобусе по сравнению с другими имеющимися, большее количество мест для пассажиров – 47 вместо 42. Стоит отметить, кресла автобуса имеют большой угол наклона спинки и функцию смещения в центральный проход. Также вдвое больше багажное отделение – до 12,5 кубов и современная система климат-контроля. Новый автобус замечательный, климат-контроль хороший, не холодно и не жарко, всё хорошо, комфортабельно одним словом, всё для людей. Пассажирские перевозки для жителей и гостей из Камчатского района имеют огромное значение. И руководство единственного крупного легального перевозчика по данному маршруту не забывает об этом. По возможности, улучшает условия, прежде всего, для пассажиров. Напомним, от краевой столицы до Ускамчатска – 700 километров. Люди находятся в пути более 10 часов. Поэтому, безусловно, их забудет комфорт на протяжении всей поездки. Краевые соревнования по пожарно-спасательному спорту прошли на Камчатке. Сотрудникам МЧС предстояло преодолеть подъём по штурмовой лестнице в окно четвёртого этажа учебной башни, а также показать свои силы на стометровой полосе с препятствиями и в боевом развертывании. По итогам соревнований определили лучших спортсменов и сильнейшие команды. Так, в подъёме по штурмовой лестнице с результатом 15,86 секунд первым стал представитель специализированной пожарно-спасательной части Геннадий Маерко. На стометровой полосе препятствий победил сотрудник третьей пожарно-спасательной части Владислав Ткаченко. Спортсмен финишировал с результатом 17,89 секунды. В командной дисциплине боевое развертывание с результатом 47,98 секунды победили сотрудники спецуправления Федеральной противопожарной службы номер 79 Вилючинска. Добавим, по итогам всех забегов в общекомандном зачёте победителем стала команда специализированной пожарно-спасательной части Петропавловска. На втором месте спецуправление номер 79 Вилючинска. А замыкают тройку лидеров – третья пожарно-спасательная часть. Камчатские дети предпочитают компьютерные игры куклам и машинкам. Это следует из запроса сервиса «Суперджоп», в котором участвовали камчатцы, воспитывающие детей в возрасте 7-14 лет. Дети 37% родителей увлечены компьютерными играми. Наиболее популярные – из них «Роблокс» и «Майнкрафт». Далее следует игра в футбол на компьютере, танки, стендов-2 и всевозможные бродилки и стратегии. Практически каждый четвёртый родитель либо не смог вспомнить, в какую конкретную игру играет ребёнок, либо ответил, что дети играют в разные игры. Далее по популярности следуют настольные игры. У 18% родителей дети с удовольствием играют в шахматы, монополию, карточные игры, лото, иммагинариум и скраббл. У детей каждого шестого родителя в приоритете спортивные игры и чаще выбор за футболом, баскетболом и настольным теннисом. Догонялки, прятки, салки, катания на велосипедах и другие подвижные уличные игры популярны среди детей каждого девятого родителя. Лепка, лего, игра в города и загадки также в арсенале современных детей. Про такие ролевые игры, как «Дочки матери», «В школу», «Куклы», «Машинки» вспомнили только 3% родителей. Также 26% родителей уверены в том, что их дети вообще не играют в компьютерные игры. А 8% в том, что в жизни их детей вообще нет места играм, и их сыновья и дочери не тратят время зря, а рисуют, поют, танцуют, читают книги и прочее.